И вновь здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня опять поговорим о египетских пирамидах. Я расскажу вам, как организован съем энергии с пирамид и передача на огромные расстояния. Вы поймете, для чего нужны так называемые храмы Египта. Большинство из них – это нежилые техногенные устройства. Я расскажу вам о предназначении обелисков и объясню, для чего нужен знаменитый свинкс. Мы также коснемся еще нескольких чудес света, расположенных поблизости. В предыдущих сериях мы уже выяснили, что пирамида – это устройство преобразования магнитного поля Земли в инфразвуковые колебания. Возможно, они не единственные, но пока поговорим только о них. Техническим языком пирамида – это резонансный колебательный контур. Непосредственно подключиться к нему мы не можем, потому что любое вмешательство приведет к рассогласованию контура, и резонанс пропадет. Что бы этого ни случилось, вокруг каждой из пирамид выстроено кольцо из камня, которое принимает на себя колебания пирамид через индуктивную связь. Это и есть трансформатор Тесла, о принципе работы которого говорил я в предыдущем видео. Только сейчас преобразование ведется в обратном направлении. Пирамиды являются вторичной обмоткой трансформатора, и часть энергии сбрасывается на один виток первичной обмотки через индуктивную связь. Обратите внимание, этот виток не замкнут. Он с двух сторон подходит к так называемому погребальному храму. Этот храм – ничто иное, как резонансный конденсатор, с помощью которого этот один виток настраивается на ту же самую частоту, на которой работает пирамида. Все то же самое, что у Тесла. Также в этом храме реализовано устройство согласования, которое подключает первичную обмотку к волноводу. Это не дорога из одного храма к другому. Это подземный туннель, по которому идет энергия в виде инфразвуковой волны к другому устройству. Это устройство расположено прямо на берегу реки, непосредственно возле воды. Ближе уже нельзя. И его задача – преобразовать инфразвуковые колебания, передающиеся по воздуху, в такие же колебания, но уже в воде. Иными словами, это выключатель, который подключает генератор к проводнику. Река Нил является проводником энергии. Зачем строить атомные электростанции и огромные линии передач, когда в природе все это уже есть? Кстати, с какой частотой эта энергия передавалась по Нилу, мы легко можем вычислить по чертежу этого строения возле реки. Давайте измерим расстояние между двумя последними комнатами этого храма. Здесь должна достигаться максимальная разность потенциалов. Это возможно только при определенном расстоянии между ними, равном длине волны, или ее половине, или четверти. Измеренное расстояние 30 метров. Предположим, что это длина волны. Тогда частота равняется 350 метров в секунду, это скорость звука в воздухе с поправкой на температуру и влажность, разделить на 30 метров. Равно 11-12 Гц. Это полная волна. Если предположить, что расстояние в 30 метров это половина волны или четверть, тогда частота колебаний будет равняться 6 или 3 Гц соответственно. Этот диапазон частот наше ухо слышать не будет, но тело может ощутить. Все зависит от мощности этого сигнала. Помните, я раньше говорил, что этот комплекс нежилой? Так вот, самая большая выделяемая мощность будет внутри самой пирамиды и в храмах возле нее. Я думаю, в них вообще невозможно было зайти человеку. При уровне удельного языкового давления 180 дБ у человека разрываются легкие и другие массивные органы. Поэтому пирамида была запечатана, а на всех близлежащих строениях были предупреждающие символы в виде змей. Змея для людей – это предупреждение об опасности. Так же, как мы на электрических шкафах рисуем череп и кости. А для знающих, змея как ничто лучше ассоциируется с синусоидальной волной. Запомните это. Мы не раз вернемся к этому символу, начиная с названия пирамид, то есть как их называли сами египтяне, и заканчивая устройствами, о которых вы еще даже не слышали. Давайте еще разок посмотрим на пирамиды сверху. Вот три великие пирамиды. Средняя из них – это пирамида Хефрена, о которой я вам говорю. Вот сам резонатор. Вокруг него кольцо, которое замыкается на храме. Вот дорога, которая пошла к другому храму. Давайте посмотрим еще ближе. Я вам хочу показать вот эти два устройства. Вот одно и вот второе. Вот они. Они находились под водой. Это самая низкая точка. Здесь был канал. Этот канал заканчивался возле этой стены. Они как раз таки и создавали волну, стоячую волну. То есть она не двигалась, она просто поднималась выше и ниже, между вот этими двумя точками. Соответственно, эта цепная реакция передавалась следующей полуволне, следующей, следующей и так далее. Вот здесь был проложен канал. Он потом доходил до самого Нила. Расстояние между вот этими двумя точками равняется половине длины волны или же целой волне. Мы его, кстати, можем посчитать, вернее, увидеть, посмотреть на самом чертеже. Если мы поставим здесь одну контрольную точку, то расстояние от центра до центра 29,97. 30 метров. Полуволна 30 метров. Значит, целая волна будет 60 метров. Кстати, преграда вот здесь вот должна быть. Она должна равняться кратному расстоянию. Давайте попробуем посмотреть. Ставим здесь контрольную точку. И здесь, примерно вот здесь она должна была заканчиваться. 62 метра. Ну, если ее подправить до 60, вот мы и получаем еще одну волну. Вот это и есть длина волны. Если мы посмотрим поближе на эти устройства, то увидим даже, что выход с них, с этого волновода, сделан под углом, чтобы легче было образовывать полуволну. Все продумано до мелочей. Если мы посмотрим с другой стороны на этот храм, то мы увидим даже следы, оставленные водой. Волна образовывалась между вот этими двумя узловыми точками. Она была вот такая примерно. Потом следующая полуволна. Сейчас я вам покажу, где она заканчивалась. Она заканчивалась на вот этом входе в храм сфинкса. Она была вот такая. И вот мы видим здесь вот следы от этой полуволны. Вот это новодел. Этой стены не было. Она здесь просто не нужна. Точно так же, как и следующая полуволна. Вот здесь проходила. От одного входа до другого. Вот эти участки стены, сделанные уже были потом. Видно, что они из другого материала и сложены немножко по-другому. С дырками с какими-то. Это новодел. Здесь их быть не должно. И точно так же, как третья часть. Вот эти камни здесь лишние. А мы знаем, что древние египтяне лишнего ничего не делали. Энергия передавалась по Нилу. Еще непонятно, как эта передача энергии влияла на флору и фауну вдоль реки. Но могу сказать с уверенностью, что правители той эпохи рядом с пирамидами не жили. Южнее вдоль Нила выстроено множество примерно одинаковых комплексов. Луксор находится на расстоянии 500 километров от пирамид. Здесь мы видим большое количество дворцов, изысканно украшенных различными скульптурами и статуями. Роскошь со всех сторон. Но мы сейчас оперируем нашими понятиями. Роскошь, богатство, власть. Чтобы понять их, надо научиться мыслить так же, как они. Я вам вначале намекал, что мы даже понятия не имеем, что это была за раса. И это не случайность. Это следы древней высокоразвитой цивилизации. Слово «высокоразвитое» мы не в силах оценить в полном объеме. Чем больше я изучаю этот вопрос, тем больше открывается тем, о которых мы даже понятия не имеем. Я говорю не о физических и техногенных устройствах, до которых мы еще не доросли. Я говорю о возможностях нашей души и сознания. В этой области мы, можно сказать, еще даже не родились. Об этом речь пойдет в следующих сериях. «Тело погибает, а душа нет». А какой вывод напрашивается из всего этого? А из этого следует, что настоящими ценностями нашего мира являются только те, которые душа может забрать с собой. А материальное благо служит только инструментом, помогающим быстрее достичь и владеть настоящими ценностями. Та раса познала секреты мироздания, и такая роскошь не нужна одному человеку, даже если он правитель. Здесь украшены достижения и мощь всего человечества, которые должны были простоять тысячелетия. Правители там не жили. Они не живут в трансформаторных подстанциях. Давным-давно я был на экскурсии в Луксорском храме, в то время, когда даже и мысли не возникало, что здесь может быть что-то не так, как нам рассказывают. Уже тогда, гуляя по храму, я спросил у гида, а где же все-таки жили правители? Он мне ответил, что где-то здесь, проведя рукой перед собой. Я обратил внимание, что там не было помещений, пригодных для проживания. Были какие-то хозяйственные постройки в углу комплекса, которые на царские палаты совсем не похожи. А давайте теперь рассмотрим поближе, чем же все-таки являются примерно одинаковые храмы, расположенные вдоль реки. Это приемные устройства, которые преобразовывают инфразвуковые волны из Нила, превращая их опять в колебания воздушной среды. Самый крупный – это Карнакский храм, который вместе с Луксорским образовывает единый комплекс, предназначенный для усиления, фильтрации и очистки сигнала, а также формирование определенной формы и опять передачи далее вниз по Нилу на другие приемные устройства. Такие же храмы, но уже более простой конструкции. Давайте посмотрим на карте, как это все работает. Карнакский храм расположен на берегу Нила. Вот в этом месте должно было находиться приемное устройство, такое же, как и передающее возле пирамид на берегу реки. Принятый сигнал подавался в храм прямо через центральный вход, вот по этому волноводу. Инфразвуковая волна может передаваться не только по закрытому каналу, каким является волновод возле пирамид, но и вдоль препятствий, расположенных на одинаковом расстоянии возле центральной оси, изготовленной из материала с большей плотностью. Обратите внимание, дорога между статуями выложена из камня и немного приподнята над уровнем земли. Это и есть направляющая волновода, выходя из которой инфразвук будет отражаться от статуи вдоль дороги и опять возвращаться к центру. Потерь мощности не возникнет. Здесь мы видим короткий участок волновода, а далее я вам покажу километры таких дорог, рассчитанных на разную мощность и частоту. И вот этот сигнал проходит по центральному входу в храм через огромный пилон. Что из себя представляет пилон и для чего он нужен? Это обычный фильтр для подавления помех или выделения конкретной частоты. Такое же, как мы используем в современной технике, одевая ферритовое кольцо на провод. Чем больше размеры, тем на более низкую частоту он настроен. Кстати, внутри пилона помещений нет, только огромные полости и лестницы к ним, засыпанные обломками камней и песком. Этим и производилась настройка на нужную частоту. Обычно на входе ставится сначала фильтр высоких частот, меньший по размерам, а затем фильтр низких частот, во много раз больший. Этим мы выделяем нужную частоту, которую надо усилить. Отфильтрованный сигнал дальше поступает прямоугольный зал с колоннами по периметру. Это резонансный усилитель. Такой же, как используются сверхвысокочастотные техники. Вот на этой картинке мы видим, как распространяется волна в точно таком же волноводе и прямоугольном резонаторе. Только здесь в качестве преград используются отверстия, а волна распространяется в диэлектрике. В нашем случае наоборот. Волна распространяется в среде меньшей плотности, в воздухе, а преградами служат более плотные элементы, колонны и статуи. Кстати, они могут иметь свою резонансную частоту, равную или кратную нашему сигналу, добавляя еще мощности. Хочу напомнить, что в воздухе и воде могут образовываться только продольные волны, а в камнях и металлах продольные и поперечные. Обычно в других храмах с этого прямоугольного зала и происходит съем усиленной энергии через боковые выходы. Но, похоже, этот храм постоянно модернизировался и улучшался, увеличивая свою мощность, и мы имеем более сложное устройство. После прямоугольного резонатора сигнал поступает на второй каскад усиления, колонный зал. Здесь происходит усиление раздельно в горизонтальной и вертикальной плоскости. По аналогии, как мы усиливаем электрическую и магнитную составляющую, ток и напряжение. Затем сигнал попадает в пространство между следующим пилоном, фильтром на более высокую частоту и колонным залом. Обратите внимание, здесь стоит обелиск. Для чего он нужен? А вот для чего. Поток энергии идет со стороны колонного зала, упирается в следующий фильтр-пилон. Часть энергии проходит дальше, но часть, которую не пропустил фильтр, будет скапливаться в этом пространстве, поскольку она со всех сторон ограничена другими пилонами. Для определенной частоты напряженность поля будет постоянно расти. Так вот, заостренный обелиск нужен для сброса этой лишней энергии в окружающую среду. Слышали когда-нибудь про огни Святого Эльма, когда перед грозой на кончиках мачт кораблей появляются огни? Это коронные разряды заостренных предметов. Это и есть сброс электростатической энергии. Обратите внимание, обелиски всегда стоят перед пилонами со стороны движения потока. Там, где часть энергии отфильтровывается с одной стороны и не может уйти обратно с другой стороны, прижимаемая потоком, как водой. Давайте проследим, куда же дальше движется этот поток энергии. Оставшаяся часть храма делает все то же самое, только для более высоких частот. А эта самая мощная волна выходит через боковой проход в стене еще на несколько фильтров-пилонов в сторону следующего храма. У этого храма другая задача. Он должен отразить весь поток энергии в обратную сторону, как зеркало. Он стоит на определенном расстоянии, кратном длине волны. Цель этого устройства – сделать стоячую волну между двумя пилонами. При этом резко возрастает амплитуда колебаний, как в тросоматоре Тесла. По этой причине возле этих пилонов нет обелисков. Волна должна беспрепятственно проходить в обе стороны. А вот излишки энергии снимаются по другому волноводу, объединяясь с еще одним более высокочастотным сигналом из другой части Карнакского храма. Хорошим доказательством волновых процессов служит вот эта часть. Здесь мы видим, что два волновода объединяются в один. Обратите внимание, у этих волноводов разное расстояние между преградами вдоль оси. Это говорит о том, что по одному из них идет более высокая частота, чем по другому. Если более высокая частота, значит и фильтр пилон должен быть меньших размеров. Что мы здесь и наблюдаем. На одном волноводе фильтры раза в два больше, чем на другом. Давайте измерим расстояние между двумя пилонами там, где образовывается стоячая волна. Поставим здесь контрольную точку. И здесь прямо перед входом. Расстояние 330 метров. Запомните это расстояние, оно будет постоянно фигурировать у нас во всех измерениях. Давайте теперь измерим расстояние вот этого кусочка. Ставим здесь контрольную точку. И примерно здесь. 165 метров. 166. 330 разделить на 166 равно 1,98. Практически 2. В два раза вот этот участок короче, чем участок волновода между двумя пилонами, там где образовывается стоячая волна. Дальше сигнал вместе с высокочастотным. Объединяются где-то вот в этом месте. Здесь чего-то не хватает. Какое-то вот строение. Дорога пошла дальше. Должно быть что-то еще. Что-то, что отражало бы эту волну обратно. Дальше сигнал поступает по вот этому широкому волноводу в следующий храм, который находится довольно-таки на большом расстоянии. Давайте мы его сейчас измерим. Длинный участок. Давайте, наверное, даже уменьшим размеры, габариты. Нам надо измерить расстояние до конца этого волновода. Примерно здесь. Ровно 2 километра. Теперь давайте посчитаем. 2000 метров разделить на 330. Это расстояние между двумя пилонами, там где образовывается стоячая волна. 6. 6, 0, 6. Ну, округляем. 6. 6 раз длина этого волновода больше, чем длина волновода, в котором образовывается стоячая волна. Далее промодулированный сигнал поступает на следующий храм, перед пилоном которого уже стоят обелиски, так как здесь поток энергии направлен только в одну сторону, через фильтр внутрь храма. Здесь он еще раз проходит все ступени усиления и направляется опять в Нил, вот в этом месте, через 2660 метров после приемного Карнакского храма. Это расстояние должно быть кратно длине волны в воде. Фаза сигнала должна совпадать, ведь в реке уже движется инфразвуковая волна, поверх которой мы накладываем другую, такую же, только усиленную и преобразованную. Кстати, расстояние по воде тоже кратно расстояние между храмами, где образовывается стоячая волна. Так что мы имеем высокотехнологичные и очень точные устройства, а не храмы, предназначенные для пивания усопших. И правители в них не жили. Напрашивается следующий вопрос. А где же жили правители и весь остальной народ? А ответ на самом деле очень прост. Конечно же, в самом лучшем, со стратегической точки зрения, месте. В горах. Я имею в виду внутри самих гор. Подумайте сами. Внутри горы постоянная комфортная температура. Не надо ни отопления, ни кондиционирования. По ночам твердые породы камня на поверхности достаточно остывают, чтобы сконденсировать на себе необходимое количество воды. Защита от внешних воздействий максимальная, начиная от солнечной и космической радиации, и заканчивая ядерными войнами, и другими типами оружия массового поражения, если кто-то вздумает напасть. Энергия, необходимая для чего-либо, уже находится внутри горы, так как вся гора резонирует на определенной частоте. Не нужна электропроводка. В каждом помещении уже будет энергия для освещения или любых других целей. Для строительства нужна только одна технология обработки камня, которая у них была на высоте. Преобразовывай камень и вывози отходы. Мы же строим по-другому. Нам надо сначала материалы строительства измельчить в пыль, затратив колоссальное количество энергии, а затем из этого спрессовать отдельные элементы, затем перевести, поднять на нужную высоту, соединить чем-то вместе, отделать, обогреть или охладить, подать воду, электричество, и все равно получится слабое, ненадежное строение с такими огромными затратами сил и энергии, которая даже в сравнении не идет с природной скалой. По поводу жизни внутри горы звучит невероятно, но ведь некоторые люди сейчас там живут. При подъезде к долине царей можно увидеть целые деревни, вырубленные в горе. А раньше, во времена пирамид, внутри горы находились целые города. И сейчас я вам кое-что покажу. Остался нераскрытым еще один загадочный элемент комплекса пирамид. Сфинкс, для чего же он нужен? Чтобы ответить на этот вопрос, надо выяснить, куда он смотрит. Многие знающие люди ответят сразу. На восток. Правильно. А что же находится у нас на востоке? А на востоке, в 400 километрах, находится еще одно чудо света. Петро. Город в горах Иордании. Он расположен в стороне от реки Нил. Значит, по воде туда передать энергию невозможно. Остается один способ. По воздуху. Сфинкс – это направленная антенна, которая передает уже высокочастотный сигнал с измеримой по длине волны с головой сфинкса. Возле ушей находится волновод, который направляет сигнал на головной убор, выполняющий роль отражающей плоскости. Храм возле сфинкса принимает и усиливает колебания воды, созданная в соседнем строении. Как мы уже знаем, максимальная мощность достигается в центре колонного зала, по аналогии с современными резонаторами. Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать наличие волновода от центра колонного зала до сфинкса под правой лапой. И это не потайная комната, которую все ищут. Якобы в ней хранятся все тайные знания предков. Раскройте глаза. У нас на виду крупнейший в мире энергетический комплекс. И он уже изготовлен, а не какие-то мистические записи. Изучайте то, что уже имеете. Его принципы действия и применяйте. Это будущее планеты. И скорее всего не только нашей. Правильнее сказать, это технология будущего, которую надо применить на Венере. И она же технология прошлого, которая была применена на Марсе. Для тех, кто меня не совсем понял, рекомендую посмотреть мой другой фильм, который называется «Пора становиться богами» или «Как в действительности устроен мир». А по поводу туннеля под правой лапой сфинкса, я могу даже сказать, что его длина будет кратна расстоянию между волноводами, создающими стоячую волну в воде. То есть 30 метрам. Город Петра находится рядом с наивысшей горой этой местности. Это не случайно. Если подняться на вершину этой скалы, открывается прямая видимость на пирамиды и сфинкса. Рядом находится храм в вырубленной скале. Если провести линию от этого храма до сфинкса, то мы увидим, что она лишь немного отклоняется от 30-ти градусной параллели. Но это особого значения не имеет, так как у каждой антенны есть своя диаграмма направленности. И отклонения в несколько градусов все равно попадут в максимум центрального луча антенны. И напоследок еще кое-что. Обратите внимание, в скале вырезан туннель правильной формы, высотой и шириной около 5-6 метров, с четким направлением на великие пирамиды и сфинкса. Вся скала вполне может быть зеркалом приемной антенны, а туннель – резонатором. На снимках хорошо видно, что здесь раньше были и другие дополнительные строения, которые вполне могли дальше усиливать и направлять принятый сигнал. Как я уже говорил ранее, таких совпадений не бывает. Получается, что пирамиды – это единый энергетический комплекс, который обеспечивает энергии поселения, находящиеся в 800 километрах друг от друга, и у них была связь между собой. Но одной радиосвязи недостаточно. Они обязательно должны были посещать друг друга лично. Преодолевать такие расстояния по горам и пустыне невозможно. Единственный путь – по воздуху. Звучит уже совсем сказочно. Даже если предположить, что такие летательные аппараты существовали, то чем они питались? Что служило топливом? Ведь мы видим, что та цивилизация использовала только волновую энергию, которую надо передать и направить. И мы опять недооцениваем эту великую расу, обладающую огромными знаниями. Буквально в 180 километрах от Великих Пирамид вдоль Нила находится еще одно чудо света. Это Александрийский маяк. Крупнейший в мире маяк, построенный до нашей эры. Я думаю, что он ровесник пирамиды Сфинкса, поскольку он очень похож на штыревую антенну круговой диаграммы направленности. Это означает, что все, что летает, плавает, движется по земле, на расстоянии сотен километров вокруг, было обеспечено энергией. И теперь перемещения по воздуху уже не кажутся такими невероятными. И опять-таки, со стратегической точки зрения, это наилучшее место для всенаправленного излучателя, чтобы совершать наиболее дальние полеты на север с передачей энергии из контролируемой территории. Теперь вы понимаете, какая цивилизация существовала много тысяч лет назад. Но я вам рассказал только о технической части. Но ведь параллельно с техникой развиваются и другие направления. Например, осознание законов Вселенной, общества, предназначение человека, раскрытие души и законов природы. Все это неразрывно связано и не может отдельно развиваться друг от друга. Потому что какой-либо правильный вывод, сделанный в одном из этих направлений, ведет к корректировке всех дисциплин, поскольку законы в природе все одинаковые. В следующих сериях я расскажу вам, на что способна человеческое сознание, как мы можем влиять на процессы, происходящие внутри и вокруг нас силой мысли. Ведь мы же потомки той великой расы, и эти способности в нас уже заложены. Надо только научиться правильно управлять ими. И тогда мир вокруг нас изменится. А начинать всегда надо с малого. С себя. В заключении, как всегда, хочу поблагодарить тех, кто помогает в распространении видео. И особенно тех, кто переводит на другие языки. Мы уже есть на чешском, шведском и не только. Большое вам спасибо за помощь. И, конечно же, благодарю всех зрителей. Ваши дополнения помогают скорректировать некоторые моменты. Присоединяйтесь к числу подписчиков, чтобы первыми узнать о новых идеях. До скорого!